Представители старообрядческих общин из Латвии, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Усть-Цильмы и Архангельска посетили окружную столицу в рамках празднования юбилея первого русского города в Заполярье, городище Пустозерск. Это особое место для старообрядцев именно сюда. В ссылку был отправлен и здесь же был казнен во времена церковного раскола 17 века глава старообрядчества Протопопа Вакум. В 2020 году состоится чествование великомучеников в связи с юбилейной датой его рождения. В старообрядческом церковном комплексе значимая встреча. Губернатор Ненецкого округа, советник президента Российской Федерации и старообрядцы из разных регионов России и зарубежья собрались за одним столом, чтобы обсудить предстоящие события. 400-летие со дня рождения Протопопа Вакума. Вы знаете, мы уже второй, можно сказать, третий год готовимся к этому юбилею. Мы сотрудничаем с Министерством культуры. Это будет целый ряд мероприятий в разных регионах России, особенно в тех регионах, которые связаны с памятью о вакууме. Допустим, это Бурятия, где он находился в Даурии в ссылке. Это Нижегородская область. Это, конечно, Москва, где он проповедовал, начал свой проповеднический путь. Это многие-многие регионы России. Президент Владимир Путин поддержал инициативу старообрядцев. Дату отметит общероссийским масштабом. В соответствии с указанием президента Российской Федерации принято решение по созданию Оргкомитета по празднованию 400-летия со дня рождения Протопопа Вакума, как выдающегося литературного деятеля России. Эти все мероприятия будут проходить в основном в 2020 году, в основном в Москве. В принципе, это мероприятие планируется в Москве как литературное собрание. Также к этому празднику будет приурочен Международный съезд старообрядцев, который будет проходить накануне, также в Москве, и научно-практическая конференция. Ряд мероприятий пройдет и в Пустозерске, ведь на этой земле Авакум провел 14 лет в земляной яме и был сожжен в 1681 году по указу царя Федора Алексеевича. Здесь же он написал свое знаменитое произведение, ставшее образцом в старославянской литературе – житие Протопопа Вакума. Он является хранителем истинной христовой православной церкви. Это вера, которая была принята князем Владимиром, и вот это то, что было сохранено. Вот как раз мы все эти традиции, все эти обычаи, все эти требования, все соблюдаем строго. А он как раз был не сторонник введения новых реформ, и он не согласился с этими реформами. И вот мы являемся как бы духовными потомками продолжения вот этой истинной христовой веры, которой как раз пострадал Протопопа Вакум и его союзники. Известный духовный писатель ему приписывает 43 сочинения. Кроме знаменитого жития Протопопа Вакума, книга бесед, книга толкований, книга обличений и другие, он считается родоначальником исповедальной прозы. Старообрядцы почитают Вакума священному ученикам и исповедникам. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».